приветствую друзья вечер вот мои красавчики приехал сейчас кормить будем тех уже покормил племенных а это в гонной ну там пишут и конечно это гонная что резаные но друзья тут а резаные ждут своих пар например этот племенной будет это тоже это тоже тут пару штук наверное всего лишь две-три штучки которые здесь гонные останутся просто хочу сделать хорошую стаю племенную чтобы взять побольше птенцов уже больше гонять потерь было очень много потерь было очень много и вот хочется взять вот смотрите друзья вот говорят что вот сода и вот пою соды видите вот помет посмотрите кал извиняюсь конечно что показываю все четко вот посмотрите но вот я еще показать ну вот полы друзья вот полы и вот будут племенные сделаю хорошую стаю племенную возьму побольше птенцов чтобы можно было гонять красотка или красавец самец жду чтоб созрели созрели пойдут в паровку уже это тоже красавец тоже вот самец сизо перый тоже племенной пойдет сейчас будем кормить пока на гон здесь нету две-три штучки всего лишь это я сейчас не гоняю сейчас сокол тут круглый год практически я лежал и друзья я не жалуюсь атакует сокол не атакует это надо быть здесь жить чтобы понять многие бы и просили голубей держать я думал нас много раз думал бросить но друзья я не могу без них без них могу сейчас сегодня у них будет зерно смесь с травами и пажетником и еще кое-что хочу показать по ходу дела вот друзья пажетник очень обалденная штука вот настолько корма ложечку такую вот еще тимьян базилик шалфей это сальма очень хорошо помогает арагана это от паразита вот арагана и это ну там много у них преимуществ почитайте на эту тему и по ложечке вот этого сейчас кинем ну и вот друзья это можно и рыбьим жиром давать рыбий жир дозировка вот тоже спрашивали какая дозировка одна капля на одну голову голубя пипетку берете бах 1 капля это на одну голову вот сколько вы корма даете и вот они вот эту зелень и в чистом виде уплитая вот конкретно вот они пошли уплитают воду я друзья разворачиваю это содовая вода еще раз вот посмотрите память ноги жалуются гает очень плохо но это некоторые подкисляют воду я вам сейчас немножко расскажу некоторые подкисляют воду кислотная среда если чересчур повышена это болезнь шелочная среда если повышена тоже болезнь если она нейтральная нейтральная и кислотная и шелочная то это это хорошо и вот смотрите видите они эту зерносмесь едят там была кукуруза но я вот этим даю кукуруза просто и пшеница это все кислая среда это еще дополнительно подкисляет организм и еще вдобавок мы вот я нет не подумайте то что я так делаю это ваше дело я просто вам расскажу и дополнительно расскажу и дополнительно подкисляют еще воду и что у нас получается это кислая это кислая это кислая а шелычам откуда браться чтоб шелочная среда это любое живое существо она должна быть шелочная среда нейтрально а там дело каждого друзья вот я показываю свои голубей вот помет вот 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 голуби очень часто я раньше показывал тогда сейчас вот пока не гоняю так сильно конечно голубей надо в небе показывать в небе друзья но я подожду будет все хорошо и вот и дополнительно еще подкисляется вода и получается что кислая кислая становится и голуби заболевают голуби заболевают если вы обратите внимание я не знаю сейчас например голубь да если вы посмотрите на восковицу она идеальна посмотрите аж пудрой покрыта посмотрите вот посмотрите голубочка посмотрите вот сейчас на восковицу идеальная а там дело каждого дело каждого друзья кто как делает я показываю как я делаю вот блин вот вот эти вот линии очень крупные глаза у них очень крупные и поверьте они я не буду хвастаться не подумайте очень тоже достойные достойные поверьте некоторые там комментируют и так делаешься делаешь заходишь на канал смотришь без обид конечно голуби дохлые понимаете но еще люди людям пытаются что-то учить я понимаю так не надо ничего говорить надо показывать надо показывать языком все могут болтать на диване сидеть там писать вот так сяк а смотришь на и голубей ну что это что это за состояние что это такое а пытаются учить я не знаю конечно без обид если кого-то задел там это не всем касается это там некоторым там персонажам пытаются учить что-то так нельзя я так понимаю человека смотришь по его делам ну и вот друзья вот еще хотел кое-что показать хотел еще кое-что показать вот смотрите вот голубь видите один одно разрезной перо вот вот если обратите вот справа вот разрезной идет ну я видел до с одним разрезны и все но я вам сейчас покажу я не знаю я впервые вас например какой видел я вам сейчас покажу голубя он не здесь я его сюда принесу у него два разрезных пера два разрезных пера сейчас ну и вот друзья посмотрите вот голубь вот хвост вот хвост и обратите внимание разрезы разрезное перо и 2 разрезное перо вот на одной перри как бы показать вот смотрите вот смотрите вот разрезное и вот разрезное вот такого я вообще не видел напишите если кто чего видел такое очень интересно два разрезных в середине моего друзья увидели два разрезных пера вот например вот тут один давай 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 подымись маху вот только вырастают вот одно здесь разрезное а у того вот здесь и вот здесь интересно встречалась так у вас интересно напишите вот все все смели друзья вот осталось тут немножечко это я вот насыпал на пол это когда они все постепенно скушают так как то друзья все будет все покажем все будет главное не ругайтесь вы особенно голубятники у голубятников нет национальности все должны жить дружно хотя и и так должны жить дружно не ругаться все должны потому что голубь это птица мира ладно как то так кайфую от них закайфую очень интересный жаль пока угол убятни но ничего ничего все будет покажем надо просто поберечь видите какая у меня территория здесь поберечь не знаю голубка будет голубь голубь непонятно глаза крупные крупные поберечь надо хорошие голубей трудно трудно достать трудно очень не то что они там хорошие я их хвалю друзья поверьте поверьте ладно всех благ вам друзья удачи